Мы улучшили современный микроскоп, добавили линзы, специальную подсветку и так далее. Но первый патент я получил в 2013 году. Ранняя диагностика герпетических заболеваний носоглотки стала возможной, в том числе благодаря сразу двум изобретениям доктора Бережанского. Оба работают не в теории, а на практике в Институте лор-болезней и нескольких крупных клиниках. Всего в копилке молодого ученого семь патентов. И это один из критериев для присуждения премии губернаторов в сфере науки и инноваций. Еще один – публикации в иностранных профессиональных изданиях. Основные наши статьи посвящены аллергологии, бронхиальной астме и здоровью детей раннего возраста. Это основное направление. Опять же, иностранные статьи бывают разные. У нас в общем иностранных статей, у меня, наверное, опубликовано более 30. Но есть статьи, которые принадлежат там, называется, к первому квартире, второму квартире. То есть очень высокого уровня. Таких пока четыре. На каждую статью год-полтора нужно найти издание, подходящее по тематике, грамотно перевести с русского на иностранный. И это еще не самое сложное. Ты, когда статью отправляешь он на странную редакцию, еще эту статью рассылает пяти рецензентам, и они независимо проверяют твои результаты. И то есть и каждый дает уже рецензию, мы должны эту рецензию где-то моменты подправить, где-то пересчитать статистику, где-то добавить, ну, достоверность, по сути, там, корреляции находить и так далее. После права к научную статью снова нужно отправить рецензентам, и так до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут. Справиться со всеми сложностями Павлу Бережанскому помогает команда единомышленников. В первую очередь супруга Юлия, тоже педиатр. Это их общая заслуга. Премия губернатора в сфере науки отправилась в сельскую амбулаторию. У нас простая сельская амбулатория. И мы были первые, создали прецедент по поводу того, что не научный институт, не какая-то научно-исследовательская компания получила эту премию. Это раз. Во-вторых, понятно, что когда я дома сказал, что все, наконец, получили премию, все обрадовались. Но обязательно куплю детям подарки и жене какие-нибудь небольшие. А потом снова за делом. Приемы, вызовы и научная работа в свободное время. Павел Бережанский ставит перед собой амбициозные цели и смело идет к их достижению. Я, конечно, хочу защитить докторскую диссертацию, над которой сейчас работаю. Ну и, конечно, впереди надо это госпремию получить. Создать что-нибудь такое большое, чтобы прямо всем помогло и никто не болел. По данным ВОЗ, к 2028 году треть населения планеты будет страдать от аллергии. Молодой ученый из Одинцовского округа продолжит бороться с проблемой 21 века. В ближайшее время он начинает детально изучать поленос. Для нового большого проекта нужны реактивы. Вот здесь как раз и пригодится полученная премия. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова